МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, можно сказать, дымоход уже собрали. Виктория Сирская осустрелась с теми, кто в отказе задах над головой. Оценили. Узорный народный коллектив Смолевицкой школы мастатству стал призером международного детячого фестиваля. Мы, во-первых, ехали не за дипломом, а просто поучаствовать. Но неожиданно было для нас, что мы заняли призовое место. Рекордами на хлебной ниве лезвие не что день, приемно сзявляя Михаил Саладуха за грекомбинаты Ждановича. У его особистой Скарбонцы уже больше, как 5 тысяч тонн сборжа. На суперсучастном и могутном комбайне Михаилу Владимирович за день убирает больше запау сотни гектару. Для Саладухи это уже 15-е по леку юбилейное жнево. Хлебного лидера повиншовал старшинямин Аблаканкама Барис Батура. Здоровья, успехов, и дай Бог, чтобы у нас на меньше не было как можно больше таких экипажей и таких преданных людей. Урожай порадоваю, и то, что в этом году, как не кстати, хлеба стоячая, то есть по лёглице мало было. Убирать легче, и качество не убираем. Результат, который сегодня есть у Саладухи Михаила Владимировича, это суммированный итог той работы, которая проведена специалистами хозяйства, другими механизаторами и водителями, которые участвовали в выращивании этого урожая и участвуют в его уборке. Подводить итоги рано, у нас ещё 20% уборки на сегодняшний день осталось. Но, я думаю, уже сегодня можно говорить, что 2 миллиона 200 зерновых колоссовых у нас будет. И вчера глава государства в Островце сказал, что в Минской области будет 3 миллиона тонн. Поэтому мы обязаны это выполнить. Я думаю, основания так утверждать у главы государства есть. И мы, я думаю, оправдаем вот этот посыл. Меж тем новый урожай в Беларуси, саправдой, лепши за минулогодние. Аграры краины уже операдолили мяжу у 7 миллионов тонн с божжа. Летость на эту дату было навод меньше 6 миллионов тонн. Середняя урожайность по краине 38 центнер из гектара. На рахунку столичного региона у миллиона и 700 тысяч тонн с божжа. До инших тем, на меньшине отшивается недохоб кадра у сельской господарцы. Наибольшь запотребованными селета застаются специалисты с высшейшей эдукацией по профессиях ветеринар, зоотехник, агроном, инженер-механик. Есть проблема протягнения у агропромысловый комплекс в области специалистов энергетиков. Возникает пытание и по будалничьей глине. В области не хапая маль полторы тысячи процедурников. Организации отшивают потребу у инженерных специалистов и процедурных кадров. Тем не менее, проблему ведают и мкнуться я ей расшить. Создается необходимые условия и для проживания, и материального обеспечения, и ряд дополнительных доплат, и созданные в райисполкомах фонды поддержки молодых специалистов. И актуально мы поднимаем такой вопрос относительно наставничества, чтобы на первый период скрепляли за молодыми специалистами опытных людей, опытных руководителей, которые, своим примером, могли показать, как можно относиться к труду. И они начинают с нуля и за все, да и занимаются на Вышиню. В другой неделе Жнивня будовники Беларуси отзначают свое профессийное свято. На Мешане, дякуючи нашим майстрам, только селета узведено больше, как 500 тысяч жилых квадратов. Будовники столичных районов на свою цаглину закладывают и у масштабные будоли республиканских социально значимых объектов. С каждым годом будовничая Гелина молодее, усе больше юноковых девочек, поступают на специальности муляру, штукатуру, маляру. На переде дни профессийного свято будовников наш корреспондент Виктора Свирская сострелился с теми, кто у отказе задах над головой. С заслуженным будовником Вилейщины мы сострелялися каля одного з его любимых детища у центра города. Эту гостиницу мы закончили год назад. Делали ее ровно 9 месяцев. Здесь строял старое здание в аварийном состоянии. Мы все разломали, все полностью демонтировали, остались только стены, каркас. Режим был очень жесткий, потому что надо было срочно успеть дожимком. С нуля под ключ мы сделали это гостиницу, отель наш. Вот это вот сложную металлоконструкцию, которую смонтировали в короткие сроки, сделаны руками наших рабочих. Такие системы витражей, очень удобные для гостиниц, для таких холлов. Они закрываются, открываются вертикально, проветривание. Петр Миколаевич у 88-м починал звучничать сляра. Сегодня створает працанную атмосферу для десятка у своих подначалиных. С его легкой руки у Беларуси дах отримали банкиры, страховщики, фермеры. Он говорит, что памятает каждый свой объект. А их под кировницей маэстро изведено. Он и сам сбивается с ликой два, а то и три десятки. Его праца им любимая, хотя часом казыча нервы. Иногда на объекте бывает и 100, и 150 рабочих, и всех их надо обеспечить. И материалами, и работой, и проконтролировать за ними. Перед сдачей начинается большая головоломка, большое нервное напряжение. Я народился у вёстки Чурлёных, Вилейска, Горалёна. Сусідняя вёстка Звельмі выдавничай назвой. Муллер и сам лёст подказал Игору Китикову дорогу життя. Ещё в детстве директор профессийно-технічного колледжа допомагал батьку. Первая его будовля – гараж. Сегодня своим наученцам он может многое рассказать. Я ещё после второго курса ездил в строятряд в Нижневартовск. И там работал с бетоном. По шесть кубов каждый день бетона шуфлём переносили. Тогда не было автоматизации, поэтому парень крепкий. Главное правило на самую серьёзную справу – починать жартами и весёлым настроем. Убери, ложи, подрежа. Конструктор здесь складывается. Перевязывай, даже я не перевязываю. Вот, можно сказать, дымоход уже собрали. Игор Семёнович, упевненные выдатные майстры, отримливаются с тех, кто учится на сучасных материалах. В осеродашковицкому керамичному заводу достанутся высококлассные специалисты. Новоченцы колледжа уже тренируются на дебютном продукте у Беларуси в творчестве этого завода, так званым «Великанем». Один такой кирпич заменяет восемь стандартных. В чём его преимущество? Первое – это скорость складки увеличивается. Конечно, нагрузка, она больше на строителя, но каменщики – люди здоровы. Значит, увеличивается скорость. Уменьшается количество растворов, теплоотдача этой стены будет меньше. Тргады тому, переэт недохопу Муллеру, у колледжа почали набор на эту специальность. Его сёння целком закрыли будовничий пробел. Выключено мужчинскую справу тут сё лето разбавить и почнуть рыхтовать тынковщиков и маляров, как девчины не крут давали. Виктория Свирская, Миколай Сянчила, Минщина. Гэтами днями в Венчаване примают не только будовники, але и старшиня Мин Абл-Ваканкама. З нагоды юбилея за укладу развития мастатства нашей краины Борис Батур отрымал высшейшую зногороду Министерства культуры Беларуси. Шановный Борис Васильевич, дякую вам великое за то, что вы делаете для беларусской национальной культуры. Дякую, что вы потребляете ее. Дякую вам, что вы сопроводили такими нервы, как вы для культуры человек. Министический палат. Так само, дякую вам открытые пошними днями. Аценили узорный народный коллектив «Смолачки» Смолявицкой школы мастатства стал призером детячего фестиваля. И он прошел днями у Болгары и собрал каля трех тысяч удельников из девяти краин света. Даречи, это традиционный творчий конкурс. Все лета уже 13-й полику. Выступление «Смолачек» сподобалось настолько, что журы вылучило смолявицкий коллектив на первое место. Это была впервые поездка наша за границу. Конечно, мы очень волновались, переживали. И думали, что даже я не рассчитывала на призовое место. Мы, во-первых, ехали не за дипломом, а просто поучаствовать. Но неожиданно было для нас, что мы займем призовое место. Первая нижненародная награда у нас. Ну, вообще, не забываем ощущения. На этом я, Ирина Смольская, с вами развитываюсь. Усягу вам доброго. И заставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова